Всем привет! Это канал Казак ТВ И сегодня у нас видосик про настройку ДХ велосипедов Очень многие просили меня в этом Димасе Давай-ка, наверное, про ДХ-шечку Про трейловый велосипед был здесь видосик Я вам вставлю, посмотрите, кто не смотрел Как настроить трейловый байк для... Мои, точнее, предпочтения настройки трейлового велосипеда Сегодня мы поговорим о моих предпочтениях Настройках даунфильного велосипеда И о некоторых еще нюансах я с вами поделюсь Добро пожаловать на нашу съемочную площадку Как вы видите, мы немножко поменяли местечко Из темной-темной комнаты С рваным диваном и обоями Мы немного тут решили вдохновиться природой Это мой велосипед Куб Вы все прекрасно знаете На 29-х колесах Это современный велосипед Навешанный топовым железом абсолютно всем Я вам помимо настроек еще своих на этом велосипеде Поделюсь еще выбором компонентов для даунфильного велосипеда В том плане, что какие покрышки выбрать образно На какие обращать внимание Почему-то многие думают, что 2.3 это норм для ДХ байка Вот, да, такие тоже есть Камеры нормальная тема на ДХ велосипедах В общем, очень много А 180-й ротора, говорят, хорошо с двухпоршневыми тормозами Очень даже нормально Я думаю, что где-то в Филипце на черной трассе Парню нравятся, наверное, такие тормоза там Да, думаю, он, наверное, получает удовольствие на спусках Погнали! Какие инструменты нам понадобятся? Вам нужен насос высокого давления, чтобы настроить свои амортизаторы и вилки Вам нужен ручной насос Ну, мы взяли напольный, решили замажориться И, короче, не париться с напольным, с панометром Ну, все красиво, чтобы было В идеале динамометрический ключ Чтобы не поперетягивать Ну, тут есть карбоновый руль Не хотелось бы и подсидельный штырь карбоновый Не хотелось бы перетянуть Чтобы были проблемы потом с этим Ну, биты, насадки можно заменить просто обычным набором шестигранников А где наш набор шестигранников? Виктор, вы не все реквизиты достали Набор шестигранников есть И набор шестигранников Так, линейка А зачем нам линейка? А линейки-то не было на прошлом видосе А потому что Рокшок думает о нас с вами И указывает шкалу Где на ноге у вас указано в процентном соотношении сех Вообще, как бы, все равно на все эти нюансы И они не указываются Нет такого, есть максимум колечко Измерять сех будем линеечкой Это не обязательно Можно и на глаз Но если точно хотите, надо линеечкой В принципе, все Ну, это водичка, чтобы мы не умерели А это экипировка, чтобы мы потом проверили все наши пресеты На трейловом байке мы не проверяли А тут проверим Покатаем немножечко Начнем, пожалуй, с давления в колесах Значит, на каком давлении в колесах Я остановился на даунхильном велосипеде На трейловом, может быть, кто не в курсе 1.3 спереди, не на 5 сзади Бар На дыха велосипеде Все, конечно же, опять зависит от вашего веса От местности рельефа, по которой вы катаетесь И от покрышки, конечно же На этом велосипеде, на этих покрышках 90% случаев катания по разных дыха трассам Меня он вполне устраивает 1.5-1.7 1.7 сзади 1.5, разумеется, спереди Но на таком давлении даже Я иногда пробиваю колеса Качать больше желания нет Так как уже не так работает покрышка Не так она держит Следствия нужно ставить проставочки Что-то из серии Кушкора И я очень сильно задумываюсь об этом, чтобы их поставить Но цена в 150 евро за комплект Меня немного пока останавливает Надо ездить аккуратнее и не ловить камни колесами 1.1 Маловато будет 1.1 Что-то дружок постоял дома Приуныл Сейчас 1.7 сделаем С давлением колеса разобрались Опять же говорю, что все, о чем я сегодня буду вам рассказывать Не является каким-то определенным правилом И не нужно это брать Только делать так и никак по-другому Казак сказал 1.5-1.7 Значит 1.5-1.7 Ну бывает человек 100 кг весит Ну там точно как на 1.5 уже не покататься А бывает человек 40 кг весит А бывает кто-то катается со скоростью 60 км в час на ДХ-трассе А кто-то со скоростью 20 км по ДХ-трассе Тут все сильно индивидуально Поэтому я говорю исключительно про свои настройки Вы можете их примерить к своим велосипедам И к своему стилю катания И проверить понравится, не понравится Такое дело И уже от этих пресетов отталкиваться Это как отрывная точка для вас Чуть больше либо чуть меньше сделать Понемногу добавляйте То есть 1.5 маловато вам Пробиваете колеса Чувствуете удары 1.6 сделайте, попробуйте На 1.5 жестко вам поставьте 1.4 Это же бесплатно Воздуха можно качать и спускать колес сколько хотите За это никто деньги вас не берет По покрышкам Какие покрышки нужно ставить для ДХ-трасса велосипедов Толстые Это понятно Но бывают же не толстые покрытия Но нужно знать с толстыми боковинами Потому что удары, потому что пробивания По ширине Минимум 2.4 я считаю должно быть для даунхилов 2.4-2.5 2.6 это уже немного перебор Это уже идет немножко в другую сторону 2.4-2.5 Это более чем достаточно Этой ширины для ДХ-байка и катания в целом Какая трансмиссия должна быть Какая перекидка с какой лапкой Все очень просто Лапка должна быть короткая Самая короткая, которая может быть Перекидка может быть любая Какая вам нравится СРМ, Шамана Без разницы Вы практически пользоваться не будете На самом деле Звезд у вас сзади должно быть по минимуму Здесь стоит 7 всего лишь звезд 11-19 Я тут вообще пользуюсь тремя звездами Вот эти вот крайние две Это если я куда-нибудь до Трелла До Паденника еду Эти велосипеды не создают, чтобы на них кататься По улице Поэтому не нужны вот такие вот вам звезды сзади Если вы хотите свой бай какой-нибудь там Привезти в чувство И сделать с него какую-то ДХ-машину То не надо ставить сковородки Не надо там 12 скоростных трансмиссий Вы этим всем пользоваться не будете Почему? Потому что эти велосипеды плохо едут По ровняку, а вверх-то вообще никак не едут Абсолютно Тут низкая посадка, огромная база, огромная подвеска, которая плюшевая раскачивается Поэтому вам нужны звезды Только чтобы стартануть и подкрутить или разогнаться Если вы где-то там ошиблись или разогнаться перед каким-то трамплином Или если вы гонку прям едете Ну там надо конечно помаслать немного И то на ДХ-трассе, поверьте, не так уж много участков, где вам придется покрутить педали В основном вы будете тормозить Успокритель надо ставить или не надо ставить На ДХ-велосипеде желательно поставить Скорость большая, колбасит по максимуму Да, нейровайд звезды спасает В большинстве случаев Мы знаем, что на Red Bull Rampage Многие гонщики катаются с одной звездой Никаких успокоителей нет А там мы знаем нагрузки безумные Но в ДХ трясет сильнее И очень много райдеров мирового уровня Ставят успокоители Я тоже поставил и вам рекомендую поставить Да, немного в весе Но если вы купите топовый, он всего лишь 150 грамм весит Чуваки, ну 200 грамм менее топовый Это небольшой вес Но поверьте, зато у вас точно не будет проблем с паданием цепи В какую задницу бы вы не попали Также помимо верхней направляющей Есть нижний ролик, который поджимает И есть плавник Вот плавник это вообще must have Любой удар Камень, бревно Мало ли вы там где-то дропнете между камнями Ну промахнулись Так вот, чтобы звезду свою не оставили на этом же камне Для этого есть нижний плавник И он очень крепкий У меня был демо велосипед На котором стоял Е13 Тоже успокоитель Только еще старых-старых годов Я там этим плавником Столько камней и бревен переломал Я не знаю В нем такие вмятины были Но ни разу это не добралось Ни до цепи, ни до звезды Поэтому успокоитель, чуваки На ДХ велике надо ставить Педали должны быть большие Должна быть большая платформа Широкие Не маленькие, не узкие А широкие Ну понятно, что если у вас размер ноги маленький То как бы большие педали вам не понятны Если размер ноги большой То ищите большие платформы С высокими шипами И желательно, чтобы эти шипы были съемные Чтобы если вы их оторвете Вы смогли туда вкрутить новый Это важно Ну как бы педали Это ваше сцепление ноги Если не наиболк, чуваки У вас на большой скорости Где-то сместится нога Это еще ладно Слетит нога с педали Я вам не хочу даже пожелать Эти ощущения, которые вас ожидают Почему нет пневмома посидела? Да по тому же причине Почему здесь нету большой звезды? Потому что никто на велосипеде далеко не ездит Здесь нужно заднее Седло вам нужно исключительно Чтобы довести свою задницу Прямо до подъемника И для того, что если вы где-то Что-то там промахнулись И у вас там слетела нога Только вот, чтобы вы своими кокушатами Не на раму присели А на седло Седло не должно быть мягкое Седло вообще по барабану Какое будет у вас Главное, чтобы оно было легенькое Главное, чтобы оно было тоненькое Не вот такой вот диван у вас был Чтобы оно вам не мешало Когда вы вкрутите Седло не должно торчать Как на контрильном велосипеде Оно вам будет мешать Ехать и смещаться назад велосипед Оно должно быть низкое Чтобы оно вам не мешало Свою задницу носить за седло На уровень задней оси Чтобы вы смело могли по велосипеду гулять Оно не должно вам мешать Но оно должно быть. Оно спасает в некоторых ситуациях. Обязательно. Без седла сильно странно выглядит велосипед, я вам так скажу. И насадить себя на штырь как бы будет, ну так себе занятие. Подседельные штыри здесь карбоновые, как и руль. Очень важная заметка. Обязательно эти компоненты нужно садить на пасту. Нельзя просто засунуть в трубу, затянуть динамический ключ ключом и кататься. Рано или поздно оно прокрутится. Ладно седло, не так страшно. А вот если у вас руль провернется где-нибудь на трейле, паста с абразивом, это то, что нужно вам для того, чтобы зафиксировать руль. Нет, он будет податлив, вы можете его потом развернуть, повернуть, если вам надо попустить, как бы да. Но он никогда в жизни уже не провернется. Она имеет абразивные гранулы, которые хорошо держат карбоновые компоненты, потому что они реально скользкие, гладкие такие и нормально обжать их довольно-таки трудно. Какой должен быть руль? При моем росте, метр восемьдесят шесть, не знаю, какая у меня там длинная рука или короткая рука, меня очень сильно устраивает восемьсотый руль на ДХ байке с подъемом в тридцать пять миллиметров. То есть подъем я, ну, довольно-таки большой использую. И на ДХ это нормально, потому что уклоны большие. И чем выше у вас руки находятся от велосипеда или от земли, да, тем стабильнее и лучше, чем они будут ниже. То есть чем ниже, тем сильнее будет тянуть вас вперед, вперед, когда будете втыкаться на что-то, вас будет тянуть, тянуть, тянуть. Вынос должен быть, ну, пятьдесят-то максимум вообще длина его. То есть он должен быть еще короче, чем полтишок. Потому что большое колесо, двадцать девятое, большой рычаг нужно иметь и короткий вынос, чтобы это был резкий велосипед, резкий, дерзкий, чтобы можно было управлять. Поэтому короткий вынос, широкий руль, это просто мазхет. На трейловом велосипеде у меня 780 руль. Но учитывая того, что грипсы довольно-таки широко стоят еще и баренды, получается где-то 790, если вот прямо от края от края считается с грипсами. Здесь все же самое. Здесь получится у нас где-то 810, возможно, общая ширина. Но мы сейчас точно проверим это все. Да, я был прав. Ну нет, ну не совсем. 808 где-то. Шикарный руль, шикарный. Но опять же, вы пробуйте. Всегда рули можно отпилить, как карбоновые, так и алюминиевые. Возьмите, поставьте 800, покатайте. Много, по чуть-чуть, по чуть-чуть отпиливайте. Тут есть отметки, ну практически на любом руле. Сколько вам пеленуть надо? Сделали 790, попробовали. Еще широко. 780 сделайте. И так подберете себе длину. Тормоза. Сердце прям всего этого движения и контроля. Это тормоза. Какие должны быть тормоза? Начнем с ртурова. Они должны быть 200 в круг. Что тут спереди, что сзади. Причем даже на практически всех двух коронках топовых вы меньше не поставите. Only 200. Вы можете поставить 220, но меньше вы не поставите. На некоторых рамах точно так же сделано. Но тут еще можно сзади было поставить 180. Сзади спорный вопрос насчет 180 или 200. Кому-то нравится 180. Мне нравится 200. И там, и там. Это хорошо. Это хорошо по мощности. Это нормальная модуляция будет сзади. И не будет блокировать колесо. Опять же, если у вас не шимовские тормоза. Если у вас шимано, там история друг по-другому. Почему? Здесь есть ролик. Сравнение тормозов с шимано и с рэм. Залетайте. Смотрите. Тормоза должны быть четырехпоршневыми. Я считаю только четырехпоршневые. Потому что ДХ-велики одни из самых тяжелых велосипедов. В принципе. Любой трейловый или эндуро велосипед весит легче, чем ДХ-байк. Ну, скорость другая, уклон другой. И вы очень часто тормозите. Поэтому тормоза должны быть очень мощными. Как настраивать ручку? Ручку вы должны настраивать только под один палец. Что значит под один палец? Это означает, что указательным пальцем вы должны браться за конец ручки. И вот только таким образом тормозить. Не вот так вот. Не вот так вот. Никак по-другому. Это касается абсолютно любого велосипеда. Только так вы должны браться за тормозную ручку. Соответственно, вы ее должны настроить так, чтобы вы четко доставали. Чтобы у вас рука лежала на грипсе. Выше или ниже. Это ваше личное предпочтение, как вы поставите эту ручку. Ближе или дальше. Это кто-то вот так вот за грипсой держится. Кто-то, как я, вот так вот за край держится грипсой. Кто-то вот так вот держится за грипсой. Люди разные есть. И кому как удобней. Я держусь за самый край грипсы. Я держусь одним пальцем. Ручки я ставлю в верхнем положении. Насколько высоко. Я вам сейчас покажу. Уровень на телефонах есть, пацаны, у всех. Вот у меня это где-то 27-28 градусов до ручки. Ну там плюс-минус там 1-2 градуса. Так идеально ровную нажимаете поверхность. Тогда уже как бы мерят. Ну примерно вот у меня это 27-28. Вы выставляете, как вам удобно. Можете поставить, как у меня. Попробовать. Понравится, пожалуйста. А нет, ставьте ниже. Ну или выше. А теперь давайте поговорим о настройке подвески. Это практически самая важная настройка вообще на велосипеде. На подвесе, опять же мы говорим сегодня о настройках на ДХ-байке. Как настроить вилку и амортизатор. От этого в принципе вообще зависит то, как будет ехать велосипед. Не так много дают покрышки или тормоза. Какие-то еще рули там широкие или узкие. А правильно настроенная подвеска. Это прям залог успеха. Главное, чтобы она просто все отрабатывала. Не отбивала вам ни руки, ни ноги. А именно она должна работать. Сжирать все. И давать вам максимальное сцепление. Это гиперважно. И очень многие люди, имеющие подвески. Не важно, Донхин или обычные, или трейловые. Вообще не умеют настраивать свою подвеску. А у некоторых там просто все плохо. И обслуживать в частности тоже не имеют. Но сейчас не об этом. Значит, с чего вообще начинается история по настройке подвески? Я считаю, что нужно начинать настраивать с, во-первых, воздуха. То есть нужно настроить давление вилки в амортизаторе под ваш вес. Как правило, любой производитель рекомендованное давление указывает на штанах вилки. На амортизаторах нет. На штанах вилки. Но вы можете открыть любой мануал. Там все будет написано. Опять же, там такое расплывчатое значение. То есть, допустим, там написано, грубо говоря, от 62 до 72 килограмм. Если вы весите, то ваше давление примерно такое или такое. Пробуйте. Качайте. Смотрите. Значит, что касается Sega. Сех какой должен быть? Ну, на ДХ-байках сех должен быть достаточно большой. Почему? Потому что много хода. Потому что подвеска должна жирать. И она не должна быть дубовой. Как на стритовых велосипедах, как на сколпстайловых велосипедах. Где люди прыгают с огромных там трамплинов. Всаживают. И там понятно, что все должно быть перекачано. Отскок должен быть закручен и так далее. В Даунхилле ситуация иная. Тут все заточено на долбучку, тряску, корни, камни. На все эти истории. И понятно, что если у вас будет перекачанная вилка, А работать она не будет. А она обязана работать. Для этого, в принципе, она у вас здесь и стоит. Мои настройки Sega на амортизаторе 30%. На вилке 20%. Плюс-минус 25%. Fox вообще рекомендует ставить в сех на вилке именно на вот это. И вот от 15% до 20%. Сегом также вы можете регулировать геометрию байка. Таким образом? Вы можете сделать, как вот у меня, сех на амортизаторе больше. Соответственно, велосипед просядет под вами, завалится задняя часть. Но если вы сех такой же не будете выставлять на вилке 30%, То вилка не будет ровно стоять, а будет немножко приподнятая. Тем самым, на уклоне это дает просто обалденное ощущение. Поэтому сех может быть здесь разный. Здесь может быть разнобой. Может быть вилки меньше, чем в амортизаторе. Это нормально. Все зависит от того, какая трасса, какой уклон, что вы хотите получить. Мои настройки 30 и 20% для этого велосипеда, Это прям то, что надо. Как настроить цех, как понять цех. Потому что на Рокшоке мы знаем, что есть шкала с процентом соотношений. Там все очень просто. Там написано сколько? 10, 15, 20, 30%. И как бы все понятно. У фиксы такого нет. Здесь есть только колечки. Все на самом деле очень просто. Формула простая. Вы берете свой ход. В частности, здесь 203 мм. Да, не 200. 203 на факсе на этой. Вы делите на 100 и умножаете на сколько вы хотите сегать. Допустим, на 20. Соответственно, вы получаете там, по-моему, 40. 41 или 40. Соответственно, 4 см должен быть ваш сег. Все то же самое вы делаете на амортизаторе. Только здесь ход будет у вас не 200, так как на подвеске 200. Но это считается не сам ход штока, а саму работа подвески. Здесь, по-моему, 70-80, если я не ошибаюсь. Я здесь напишу. То же самое вы этот ход своему амортизатору на рокшоке обычно пишите внизу, какой ход. Делите на 100, умножаете на процентное сочинение, сколько вы хотите. Это что касается факсы. И высчитывайте свой сег, линеечкой. Важное замечание. Для настройки сега вы должны быть в экипировке. Потому что она тоже весит. Вы не должны быть в комнатных тапочках, в шортиках, в маечке, в очочках и кепочке. Потому что вы в таком виде не катаетесь на трассах. Вы должны быть в шлеме, в маске или в очке, в защите, в колене. Должна быть катабельная обувь. То есть, по факту, то, в чем вы будете. И поверьте, это влияет. Идеально, чтобы вам, конечно же, кто-то помогал после этого. То есть, вы садитесь на велосипед, порожмакали, попрыгали, выровнялись ровно. Стоите возле синочки. И просите товарища, чтобы он вам опустил все колечки. Здесь опустить, здесь, соответственно, поднять нужно. И не спеша, аккуратненько, аккуратненько вы встаетесь в велосипед. Главное, не прожать, не надавить в этот момент. Берем линейку. И так как мы знаем, что нужно будет, примерно, 4 см, если нам нужно 20%, мы смотрим, сколько у нас тут. 4, четенько у меня 20%. Ну, тут у меня где-то 19%. Это нормально. С тегом разобрались. Теперь переходим к отскоку. Одна из самых важных, также, настроек. Это отскок. Называется он ребаунд. Находится он в нижней части правой штанины, внизу. Бывает у крокшопов просто отскок, а бывает их 2. В начале и в конце хода. Низко-скоростной, высоко-скоростной называется. По отскоку, как настроить? Канал Royal Day очень подобно об этом рассказал. Здесь ссылочка на их видосик. Зайдите, посмотрите. Там прям ржеванный, положено в рот. В двух словах. Опять же, в защите, в которой вы катаетесь, вы садитесь на велосипед, съезжаете с бровочки. И если после того, как вы съехали, опять же, нужно использовать, ну, в словом, чтобы рассмотреть, скажем так, это со стороны, чтобы отсюда снял. Когда вы съезжаете с бровки, подвеска сжимается, но при рожате она должна рожаться и остаться в этом положении. Она не должна еще там пару раз там раскачиваться. Если раскачивается, то отскок, значит, быстрый. То есть нужно сделать его медленнее. Отскок не должен выстреливать. То есть он не должен быть сильно быстрым. Вот этот отскок у меня отлично сейчас настроен. И прямо, ну, с пушечка, он не отстреливает. Также отскок не должен быть и задушенным, он не должен быть очень медленным, так как он банально вилкой-аммерсатор не будет отрабатывать вашу неровность. Как еще понять, что отскок у вас медленный? Когда вы катаетесь, у вас реально начинают забиваться руки. Не потому что трасса сложная, а потому что у вас вилка нормально не работает, потому что не успевает просто возвращаться и отбиваться. Соответственно, попробуйте открутить. Прокатитесь, посмотрите. Если прыгаете какие-то большие темы, отскок, конечно же, должен быть помедленный. Потому что если у вас будет быстрый отскок, вас просто выкинет с велосипеда или подобьет жопу, и вы через другую летите. И если ДХ, если ковыряло, отскок должен быть быстренький. Это в двух словах. Но рекомендую зайти и посмотреть, как там настраивается отскок от А до Я со всеми нюансами. Есть компрессия на вилке, также на амортизаторе. И их бывает две. Низко-скоростная и высокоскоростная. High Speed Compression. Эта компрессия есть практически на любой вилке. Это банально ваша жесткость. То есть пробиваетесь, делаете пожестче. И также на некоторых вилках, топовых, есть еще Low Speed Compression. LSC. Это высокоскоростная компрессия. Что она дает? Позволяет минимизировать раскачку при педалировании, торможении, при распределении веса и регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровности. Это довольно-таки полезный инструмент. Как настроить одну и другую компрессию, производитель рекомендует полностью закрутить, то есть это в плюсик, по часовой стрелке полностью до упора и в обратную сторону отщелкать 15 щелчков. И с этого порога настроек отталкиваться, кататься и пробовать. Есть такое понятие, как токены. Это проставки в воздушную камеру. Для чего они? Для уменьшения воздушной камеры. Что они дают? Прогрессию. Что такое прогрессия? Когда вы валиваете резко в повороты, как вот европейцы делают так, что вжух! Это все, земля летит с заднего колеса. Так вот, что после этого вжуха вы не пробили подвеску в этом повороте. То есть она должна дать сопротивление. Это сопротивление регулируется проставками. Они бывают в вилке, в левой ноге, в воздушной камере, как в Рукшоке, так и в Фоксы. Они бывают и в амортизаторе. Такие полумесяцы. Как подобрать себе проставки? Опять же, производитель в любом мануале рекомендует какое-то определенное количество поставок под ваш вес. У меня изначально с вилка шло 4. Я покатался, пробовал и меня устраивает. На амортизаторе у меня стоят 3. Я докупал еще больше, пробовал. Нет, 3 в самый раз. Подбираются они довольно-таки просто. Если едете при нормальном, при вашем сеге, достаточно хорошей компрессии, вы все равно сваливаете вилку при наезжании на довольно-таки большой скорости в яму или еще какие-то нюансы или дропнули где-то, заложили резко и чувствуете, что у вас уплывает велосипед. Это означает, что вам нужно еще добавить проставочные кольца в воздушные камеры. Что в вилке, что в амортизаторе. Это очень важный инструмент. Он относительно недавно появился в вилках и в амортизаторах. До этого не было такого инструмента. И люди колхозили сами, уменьшая воздушную камеру, маслом и чем угодно. Сейчас есть пластиковые проставки. Трехкопеечные, зачастую с вилками и амортизаторами, они идут в комплекте. И если у вас нету, вы можете их докупить отдельно. Стоят они, чуваки, 3 копейки. Профит от них просто максимальный. На этом у меня все. Все, что знал и рассказал. Велосипед должен быть настроенный. Только тогда вы получаете от него по максимуму. Только тогда он работает. И только тогда есть контроль. Потому что есть два абсолютно одинаковых велосипеда. Только один настроенный, а другой не настроенный. И это два разных велосипеда. И многие почему-то то ли ленятся, полезть где-то в интернете, поковырять, что такое крутилочка, что такое цкок, что такое цех, как настроить. То ли бог его знает, то ли товарищи мини-опыты им так подсказывают настраивать. Но очень многих ребят довольно-таки хорошие велосипеды на хорошем оборудовании, которое просто не настроено и просто не работает. И если вы настроите свой велосипед под себя, под определенную силу или под определенную трассу, поверьте, ваш велосипед просто заживет иной жизнью. Просто другие краски появятся. Поэтому настраивайте, учитесь, пробуйте. Главное пробовать. Потому что когда вы купили велосипед, вы уже потратили деньги. А настройки, они бесплатные. Вы можете сколько угодно пробовать, перебирать, подбирать настройки. Это уже бесплатно. Деньги платить за это вам не нужно. С вами, как и с вами, был канал Казах ТВ. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, там очень много всего интересного. Также подписаться на канал, если ты еще не подписался. Нажать на колокольчик и поставить палец вверх этому видео. Если оно было, конечно же, полезное. Всем пока. Поеду теперь испытаю свои просеты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok